Здравствуйте! На библейском портале The Get мы продолжаем беседы о сотворении мира, о первых главах книги Бытия. Сегодня вспомним, как в прошлой беседе прочли мы первую главу, заканчивается она описанием шестого дня творения, когда сотворен человек. Мир благословляется Богом при каждом этапе творения. Хорошо весьма, констатирует, благословляет Господь, представший перед Ним творение. Когда сотворен человек, то Бог произносит сугубое благословение. Хорошо весьма. Для Бога, стоящего над временем, мир прекрасен, ибо созерцается им в своей окончательной завершенности. Итак, человек сотворен по образу и подобию Божию. А кто есть образ Отца? Образ Отца есть Сын, второе лицо Святой Троицы. Он, Сын Божий, запечатлевается в человеке, в новом совершенном творении Бога. И в этом естестве телесно-духовном и является образ Отца, то есть надлежит Сыну Божьему воплотиться в том образе, в том телесно-духовном естестве, которое изначально по его образу, по образу Отца, сотворено Богом. Возникает вопрос о возможности воплощения Сына Божьего без грехопадения. Надо сказать, это часто волнует людей. Ответ мы можем найти у преподобного Максима Исповедника. Он о боговоплощении писал как о цели, ради которой и возникло все тварное бытие. Оно, то есть боговоплощение, должно было совершиться независимо от грехопадения. Ибо цель творения, как писал преподобный Максим Исповедник, соединение меры и безмерности Творца и Твари, то соединение, которое было явлено во Христе в конце времен, и исполнило собою предвидение Божие. Это в книге «Вопросы-ответы» Фалласиум. Это представление преподобного Максима согласуется со словами апостола Павла. Вот обратимся к ним в послании к Коринфянам. В первом послании к Коринфянам, 15 главе. «Когда же все покорит Ему, да и сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». Цель творения, соединение его, творения Божьего, с Богом, так что присутствие Божье войдет во все тварное бытие. И возможно это именно через воплощение божественной жизни в это тварное бытие человека, образа и подобие Божьего. Вот понимаем таким образом, что жизнь вечная предназначила человеку не просто как некое отдельное от Бога существование совершенного существа, но как соединение с Богом, в котором только есть истинное, полное, жизнь вечная. Участвовать в жизни Бога, то есть соединиться с Ним, есть смысл и цель человеческого существования, обожжение по определению своих отцов. Мы можем о жизни вечной вспомнить слова самого Спасителя в Евангелии от Иоанна в его молитве к Отцу, который обращает Спаситель после совершения Тайной Вечери. Это в 17 главе Иоанна. Стих 3, он говорит, «Сия же есть жизнь вечная». И вот интересный ответ на вопрос, что есть жизнь вечная. «Сия есть жизнь вечная, да знаю я тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Что же такое есть знание, вот познание Бога, если оно означает, если оно есть жизнь вечная? Познание – это не просто получение информации. Познание – это приобщение к предмету познания, это соединение с ним, принятие в себя, как принимают пищу. И вот на этом моменте мы остановимся, чтобы начать вторую главу книги «Батия». Первая кончается швейстским днём творения, сотворением человека, и она была записана по преданию, которое относится к одной традиции ветхозаветного предания, и в которой Бог называется словом «Халагим». Ну, это прямо означает Бог, как Аллах. В другой традиции, тоже сохранявшейся в памяти, в предании иудеев многие века, Бог именуется словом «Яхве». Это ответ, который дал Бог Моисею из купины «Горяющий, не сгорающий». Прямо это означает… Иногда мы говорим такой перевод «Я есть тот, кто есть» на вопрос Моисея «Как имя тебе?» Или как это обозначено причастием от слова «быть» греческого по-гречески на иконе Спасителя тремя буквами «Хоон» – «сущий». Но тут есть, так сказать, в этом понятии «сущий» есть. Содержится такая греческая, философская концепция бытия, которая несколько нисходна с представлениями иудеев, которые не знали абстрактных понятий, философских понятий абстрактных. Для них жизнь Бога была переживаемой и реальностью. И то, как они высказывались о Боге, как им давал Бог в откровении познавать себя, всегда передано такими категориями не отвлеченными, абстрактными, философскими, но жизненно ясными, активными. Так вот, это можно было бы перевести «Я есть тот, кто присутствует, кто стоит перед тобою». Может быть, так, как Христос сказал исцеленному им слепорожденному человеку. «Я есть тот, кто присутствует здесь и сейчас перед тобой». Вот такое именование Бога, священное, которое нельзя было произносить, оно какой-то траграммой, четырьмя буквами обозначается, было свойственно другой традиции, из которой передание о творении мира составило вторую главу книги бытия. Из нее прочьем несколько стихов. «Вот происхождение неба и земли, присотворение их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на земле, не было человека для возделывания земли, но пар поднимался из земли и орошал все лицо земли». То есть, заметьте, вот в этом контексте подчеркивается, что мироздание остается для человека, оно еще как бы не полно, оно не завершено в отсутствии человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». На этот счет есть комментарии, в частности, вот это вот «И стал человек душою живою». Можем вспомнить слова преподобного Серафима в этой связи. «До того, как Бог вдунул в Адама душу», сказал преподобный Серафим в своей беседе с Матареллами о смысле жизни, «До того, как Бог вдунул в Адама душу, он был подобен животному». Итак, существо, ну, если угодно, вещество, право земное, которое не обрело дыхание жизни божественной, это не человек. Человек – это тот, в ком живет жизнь Бога. Свидетельство о сотворении человека как богоподобного существа зафиксировано и по одной, и по другой традиции, как в первой, так и во второй книге бытия. Рай, в который вводит Бог человека, это, собственно, сад, образ сада, очень, конечно, выразительный в той восточной традиции, потому что именно сад был, как бы сказать, местом противостоящим мертвящей, знойной, безжизненной пустыне. Вот. Он есть символ особой близости к Богу. Так толкует и свидетель Григорий Богослов, и святой Авросий Медиаланский. Далее читаем. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить». У человека есть цель жизни. Пространство, которое ему открывает Бог, это пространство его творчества, его деятельности, значит, сотворчеству Богу. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». В раю стоит также древо жизни. Древо жизни – это древневосточная эмблема бессмертия. Мы можем при этом сослаться на книгу «Премудрости». Вот сейчас найдем этот стих, где древом жизни именуется сама «Премудрость». Она «Премудрость» древо жизни для всех, которые приобретают ее. Или в другой главе книги притчей «Плод праведника древа жизни» и «Мудрый» привлекает души. Плод праведника древа жизни. Итак, мы это понимаем из всей библейской традиции. праведность – это не просто добропорядочное поведение, которое человек обязан исполнять, пока живет. Она является признаком верности Богу. Она удостоверяет, что человек волей своей, усилием своим согласен с Богом и принимает его условия жизни, так скажем. И не просто принимает его заповедь, но несет своей жизнью благость Божью, исполняя заповеди и совершая добро в своей жизни. И это есть для человека условие его вхождения в жизнь вечную. Также мы в Откровении Иоанна Богослова читаем такие слова. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божия». Побеждающему, то есть побеждающему зло, побеждающему змея. Вы помните, что в книге Бытия есть одно место, которое называется мессианским, как бы так протоевангелием мы сейчас дойдем до него. Мы вспоминаем, кстати, сегодня можем опять вспомнить в этой связи побеждающему дам плодов от древа жизни, исполняющий заповеди Божьи, верный Богу, побеждающий всякое сопротивление Богу, он вхож в жизнь вечную. Вспомним эпизод из второй книги Маковейской, братья, сохранившие верность Богу, тем самым обеспечивают себе воскресение. Обратимся дальше к тексту второй главы. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеком одному, сотворив ему помощника, соответствующего ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы верить, как он назовет их, и чтобы как наречить человек всякую душу живую, так и было имя ей». Ну, понятно, имя – это не какое-то отличительное название, это выявление сущности. творения, и таким образом человек оказывается сотворцом Богу, ему дано познавать и открывать сущность творений божественных. «И налег человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему». То есть человек не может быть в одиночестве, будучи соучастником божественной жизни. И дальше говорится о том, как рождается Ева. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра всякого человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот, это костит костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой и везета от мужа своего. Поэтому оставит человека отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Ну, может быть, вот эти последние слова не мог бы произносить Адам, увидев другую половину свою, так скажем. Но ребро, конечно, подразумевает не часть скелета Адама, оно означает другая половина. И эти слова могли быть такими поучительными словами учителей, которые составили текст, потому что они же читаются, как вы помните, при венчании. Это слова из послания к эфессианам апостолу Павла, когда читается это послание при венчании, то вот эти слова очень поучительны и существенны. «Оставили человека отца и мать и прилепятся к жене своей, и будут два одноплоть». Одна жизнь значит, одна жизнь. И это настолько цельная жизнь, что она не должна быть так как-то разделена или усложнена вмешательством кого-то иного, скажем, отца или матери, что даже с точки зрения чистого житейства очень существенно. Супруги живут своей жизнью новой семьи, и нельзя, чтобы эта жизнь была подвержена какому-то испытанию извне. И сказал человек, «Вот кость от костей моих и плоть от плоти моей». Это очень похоже на слова, которые могла бы сказать мать, когда ей предъявили рожденному от нее ребенка. Действительно, Ева это часть Адама. Он, видя ее, узнает, как будто бы узнает себя. Они двое составляют полноценного человека. когда говорится, она будет называться женой, потому что взяла от мужа, тут надо помнить, что по-еврейски Иш и Иша муж и жена. И дальше мы читаем о том, как человеку заповедано вкушать от древа познания добра и зла. Что это означает? познание. Мы упомянули только что, что познание значит принятие в себя предмета познания. Речь идет о том, что развлечение добра и зла, которое доступно Богу, а для человека будет язвой его сознание. Человек уже присутствует в добре. Он познал добро уже тем, что он введен в жизнь, что он богоподобен, что он введен в мир, который для него создал Бог. В этом и состоит познание добра. Когда человек, если бы человек покусился, также принять в себя зло, это значило бы, что он носителем зла. Так оно и случилось. Читаем дальше третью главу книги Бытия. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подано ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Ложь. Бог так не говорил. Он заповедал конкретно не вкушать, то есть не принимать плодов, которые человека сделают уязвимыми для зла. И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. и тут неправда. Не плодов дерева среди рая, а плодов древа познания добра и зла, то есть именно плодов, в которых зло войдет в человек. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в тот день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. То, чего, конечно, хотелось бы людям знать и то, и другое, иметь в себе и опыт рая, и опыт ада, и быть как боги, без бога, что для человека означает только одно – погибель и несовершение из жизни истины. И тут сатана опять лжет на бога, то есть вся его речь, обращенная к человеку, к Еве, это тонкое внедрение лжи в ее сознание. И увидела же она, что древо хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужа своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги и сшили себе смоковные листья, и сделали себе опоясание. Они хотели обрести мудрость, а обрели стыд. Этот обман глубливый такой, язвительный, глубливый обман дьявола человека из чистоты и праведности превратил в стыдного и опозоренного в его собственных глазах. На этом мы сегодня кончим и продолжим дальше чтение третьей главы книги Бытия, которая будет уже повествовать нам о жизни человека в ином падшем мире. До следующих встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры Субтитры